Быть нежитью Это значит, постоянно балансировать на грани забвения, без конца поддерживая в себе тляющие угли человечности. Негорящий же избавлен от этой участи. Когда-то он уже был гоним проклятием, но теперь, после смерти и перерождения, оно более над ним не властно. Но оно по-прежнему властно над окружающим миром. И потому путь Негорящего будет пролегать по заполненным нежитью руинам, оставшимся от некогда могущественных государств. История повторяется. Некогда это все уже происходило. Избранная нежить, бесконечные носители проклятия, бесчисленные века назад точно так же шагали по истлевшим руинам к своей великой цели. В те времена ее величие определялось некой надеждой на светлое будущее, на перерождение мира, на жизнь без проклятия. А сейчас? Что осталось от былых стремлений? Вот они, наши надежды, вот оно, наше светлое будущее. Зола. Зола повсюду. Мир погас давным-давно, еще когда первый повелитель пепла пришел к Горнилу. С тех пор мир тлел, а отважные герои лишь вселились раздуть эти угли, в надежде, что из них вновь возгорится пламя. И так оно и было, какое-то время. Но топливо больше не осталось. Души истощились, мир деградировал. Дальше дороги нет. И прах – это все, что осталось всем тем, в ком еще теплится надежда на нормальную жизнь, такая же бессмысленная и пустая, как и всегда. Чем же ведом не горящий? Уж точно не надеждой. Его единственная надежда некогда сожгла его дотла, превратив в нечто меньшее, чем нежить. Возможно, у кого-то из них остались незавершенные дела в этом мире, и именно сейчас они увидели возможность вернуть себе внутренний покой. Один за другим они уступают своим жизненным целям, забыв, что они больше не имеют никакого значения. Старая жизнь сгорела в первородном пламени, и единственная задача негорящего – вернуть на трон повелителя пепла. И если повелитель не захочет возвращаться, отказавшись повторно приносить себя в жертву ради бесконечных циклов, то на трон должен вернуться его пепел. Близ древнего храма огня находится кладбище. Здесь нашли свое последнее пристанище некоторые повелители пепла и бесчисленное множество простых людей, выжелавших ими стать. Сейчас, когда нежить повсеместно поднимается из могил, кладбище пепла стало отправной точкой для негорящих. Недостойные души, получившие второй шанс спасти мир. Само кладбище давным-давно разрушено и заброшено. Еще до нашествия проклятия. Лишь королева Лотрика время от времени приходила на эти могилы, понимая, что однажды настанет день, из них поднимутся те, на чьи плечи будет возложена огромная ответственность перед миром. Когда-то кладбище охраняли немногочисленные стражники, а жрецы ухаживали за могилами. Все недавно стали полыми и теперь непрекаянно бродят среди надгробий, как и редкие стаи голодных собак, очевидно, ищущих старые кости на пропитание. До Храм Огня отсюда рукой подать, однако путь через ворота перекрыт стражем, судьей Гундиром. Когда-то он был запасным планом умирающего мира, чемпионом пепла. Он пришел в Храм Огня, желая стать тем, кто соберет великие души и вернет их пламени, однако он опоздал. Храмовый огонь давно погас, колокол больше не звонил и свет померк. Мир погрузился во тьму. Осознав, что он пришел слишком поздно и ничего уже не может сделать, Гундир остался ждать на этом месте, превратив себя в ножны для Витого Меча, в надежде, что однажды придет тот, кто сумеет вернуть миру пламя. Витой Меч – это не просто царемониальная вещь, это оружие, сдерживающее в себе великую силу, ту, что способна восстановить костер в Храме Огня. Но лишь по-настоящему сильный человек способен владеть этой реликвией. Став ножнами для Витого Меча, Гундир оказался еще и судьей, тем, кто определит достойного владеть пламенем. Но годы, проведенные здесь, оставили на нем след. Бездна всегда сильна в то время, когда пламя гаснет. Есть формы тьмы, не подвластные человеческому пониманию. Одна из таких форм – телесный гной. Это паразит из бездны, заражающий жертву и живущий в ней, пока не поглотит полностью. Существование с таким паразитом приносит невероятное страдание людям, однако наиболее сильные из них – те, чьи о воле и могущество велики, могут держаться дольше остальных. Будучи зараженным, он все же не поддался без неумела ей управляя, что делает его еще более опасным противником. Но в итоге его задача будет выполнена. Найдется тот достойный, что сумеет присвоить Святой Меч и пройти к Храму Огня. Храм Огня Храм Огня – традиционное строение, присующее любым землям, на которых процветает вера в возрождение мира через вожжение пламени. Не всегда есть возможность восстановить старый храм или же построить новый на его руинах. Время не щадит их. Со дня начала Эра Богов было возведено великое множество Храмов Огня, и почти все они давно обратились в развалины. Говорят, что где-то в забытом месте все еще можно найти руины самого первого храма. Как бы то ни было, этот храм построен в другом месте. Вероятно, он был построен жителями королевства Лотрик, на что указывает похожая архитектура. Впрочем, здесь легко ошибиться. Этому храму может быть уже несколько циклов, что более похоже на правду. Местность вокруг храма сильно изношена. Фактически, земля, на которой он стоит, является единственным клочком территории, которая еще не обвалилась и не рухнула в пропасть. Но даже в таком виде Храм Огня представляет из себя потрясающее зрелище. Вокруг него раскинулось множество надгробий. В какой-то степени никто из похороненных здесь не является заврядными личностями, но есть те, кто уделяются даже из их рядов. Среди множества могил можно найти огромный гроб, принадлежавший гиганту Йорму. Именно здесь восстал этот исполинный повелитель Пепла. Он должен был направиться к Храму Огня и воссесть на трон, но отказался от этой участи. Вместо этого он направился домой, в оскверненную столицу. На вершине самой высокой башни храма находится огромный колокол. Именно под его звон пробудились повелители Пепла и негорящие. С колокольни открывается красивый вид на крестные земли. Храм Огня находится в низине относительно огромного замка Лотрика. Можно сказать, храм стоит на краю цивилизации. На многие километры дальше лишь безграничная пропасть. Внутри храма расположен давно погаший костер, ждущий своего часа, чтобы разгореться вновь. За ним присматривает последняя Хранительница Огня. С давних пор, буквально с начала времен, Огню необходимы были те, кто будут хранить его. В ряды Хранительниц посвящали только женщин. С веками ритуал посвящения в Хранительнице видоизменялся. В один момент это стало почетным и в то же время тяжким временем. Когда-то, посвятив большую часть жизни Огню, Хранительницы уходили на покой, будучи до самой смерти на попечении. Теперь же долг Хранительницы вечно присматривает за Огнем, пока жизнь не покинет их тело. Согласно ритуалу, Хранительницы лишали глаз, ибо те позволяли им видеть то, чего они видеть не должны. Пламя – это всё, что им нужно знать, и чтобы видеть Пламя и Души, глаза им не нужны. Пламя – это всё, что им нужно знать, и чтобы видеть Пламя и Души. После смерти Хранительниц просто скидывали с колокольни во внутреннее помещение. Оно по сей день заполнено телами бывших Хранительниц в истлевших ритуальных одеждах. Поистину, участи их не завидно. Однако они знали, на что идут, и шли на это без страха. На самом деле нельзя даже с точностью сказать, в какой точке пространства и времени находится этот храм. Если посмотреть вдаль, то можно увидеть замок Лотрика, однако нет никакой возможности добраться туда. Гаснущее пламя отделило Храм Огня от остального мира, возможно, гораздо сильнее, чем когда бы то ни было. Попасть в Лотрика из храма можно только при помощи центрального храмового костра, но костры связаны друг с другом не только сквозь пространство, но и сквозь время. Есть вероятность, что то, что происходит в Лотрике и за его пределами, и то, что происходит в храме – разные временные промежутки, наслоенные друг на друга. Есть вероятность, что весь мир сейчас так живет. Века издевательства над пламенем сделали свое дело. Храмовый огонь давно погас. Однако последняя хранительница слышала колокольный звон. Она видела, что повелители не вернулись на трон, а значит, скоро сюда явятся негорящее, и пламя загорится вновь, распаленное битым мечом. Дороги в Лотрик не существует, но пламя услышит зов негорящего и проложит путь до нужного места. Золотые времена королевства Лотрик прошли. Теперь это заполненные нежитью останки государства. Полы граждане и солдаты стали невольными стражниками прохода главным воротом. Старые пути перекрыли бандиты и рыцари, все они разделили общую судьбу. Некоторые из них подверглись заражению телесным гноем. Повсюду видны следы совсем недавней битвы. Видимо, остатки еще не потерявших человечность солдат сражались здесь с наседающими на Лотрик вивернами, вырывающимися из-под рыцарского контроля. Эти отличаются от красных и синих виверн. Какой-то другой подвид, но не менее опасный, чем остальные. Даже при всем желании невозможно не наткнуться на их трупы. Некоторые из них стали объектом поклонения полох граждан. Что послужило этому причиной, неясно. Является ли это тлеющими угольми дракона поклонничества, или же некоторые встретили виверн как возрожденных драконов? Впрочем, здесь поклоняются не только павшим вивернам. Следы вдоль опустошенных улиц можно заметить, как некоторые граждане проросли в деревья и также стали объектом поклонения. Тело мертвого гиганта превращается в дерево, оставаясь частью цикла жизни. Здесь же это больше похоже на гротескное перерождение. Не все виверны были перебиты. Как минимум одна все еще находится на высокой стене Лотрика, через которую пролегает путь Негорящего к храмовой площади. Полые рыцари все еще охраняют ее. Некоторые из них уже одержимы бездной. Они по-прежнему сторожат одну из уцелевших служительниц храма. Верховная жрица замка Лотрика Эмма знает, что скоро сюда пожалуют Негорящие. Она ждет его, чтобы сообщить, куда тому следует держать путь. Ах, дождь был длинный, нечастливый. Я Эмма, хай-пристеса Лотрик-кастель. Пошел на базу на хай-вале и искал лордов Синдер. Пойдет через Грэйт-гейт и поднимет этот баннер, чтобы пройдет. Но не забудьте, что птица держит близкое внимание на то, что. Это виллый птица Бориал-вале. Зная о разрушениях замки, она дарует герою маленький флаг Лотрика, который позволит покинуть это место. Вниз от Хромовой площади дорога ведет главным воротом, уводящим прочь из Лотрика. Но эти ворота охраняются необычным существом. Воротом из Холодной долины. Храбрым рыцарем, некогда служившим на внешних границах. Когда-то это существо было человеком, жителем Эритила. Но что-то изменило его, совратилось на меченого пути. Проклятое кольцо, дарованное тем, перед кем он по незнанию преклонился. Понтификом Салливаном. Загадочной фигурой, успевшей оставить заметный след в судьбе Лотрика. Своим проклятым артефактом, кольцом в глаз Понтифика, он свел ворота с ума. Говорят, тех, кто заглянул в это черное око, вечно тянет в смертельную битву, и в итоге они превращаются в разъяренных тварей, утрачивая последние человеческие черты. Из Эритила ворота был изгнан в Лотрик, без надежды на возвращение. Именно поэтому Салливан так легко им пожертвовал. Бывший рыцарь по сей день охраняет вход в крепость, оставаясь вечным стражем и пресекая любые попытки войти в Лотрик или выйти из него. Дома, сгрудившиеся у подножья замка. Только распахнув ворота Лотрика, можно понять значение этой фразы. Эти «дома» – погибшее королевство в гашах цивилизаций. Все они сошли здесь, где стоит ныне Лотрик, будто бы на стыке миров. Ландшафт всегда меняется, когда пламя угасает. Выход из замка заблокирован, его буквально вырвали с корнем и низвергли так низко, что никто уже не сможет войти в Лотрик или выйти из него. Но выход все же найдется. Древние создания, сотворенные некогда ситом по просьбе богов Лордерна, отреагируют на негорящего. Видя у него флаг Лотрика, они сочтут его послом их государства и перенесут на своих крыльях далеко прочь. В поселение нежити. Деревни всегда были неотъемлемой частью любого королевства. Обычные примитивные поселения, не блещущие особым изыском. Это место было одним из таких. Ходят слухи, что оно стояло там же, где когда-то стоял великий город, опоясывавший Анор Лондон. Впрочем, не стоит слепо верить слухам. Люди выживали везде, где приходилось. В конце концов, это не самый худший вариант. К тому же, перед проклятием нежити равны и величественные города, и небольшие деревушки. Сейчас, когда оно пришло, это место по праву зовется поселением нежити. Здесь практически не осталось тех, кто еще не утратил человечность. У обрывков городской стены видно множество пилигримов. Видимо, прослышав о пришествии Негорящего и приближении Эры Тьмы, они отправились из далекого Лондора сюда, в Лотрик, желая лично засвидетельствовать приход нового Темного Лорда, но не сумели дойти, погибнув по пути и так и оставшись лежать на том каменном огрызке, что когда-то был дорогой в замок. Сразу за останками городских ворот начинается поселение нежити. Здесь тоже виден след проклятия. Всюду клетки, набитые полами, некоторые из них до сих пор живы. Видимо, когда полые появились здесь, их начали пленить, а потом и вовсе выгонять за городские ворота. К тому времени ландшафт, скорее всего, уже приобрел ту форму, которую можно видеть сейчас. Таким образом, нежить всё равно, что изгоняли прочь, после чего она не имела возможности куда-нибудь пойти. Более того, подобно зверям, её начали травить собаками. Времена меняются, а люди остаются всё такими же. Сейчас уже не осталось тех, кто это делал. Все они разделили общую судьбу, став невольным препятствием на пути Негорящего. Рабы, представители самой низшей касты Лотрика, оказались самыми приспособленными к выживанию. Воровством и скрытностью они добывали себе кров и пропитание, но ничто из этого не могло их уберечь от опустошения. Здесь их можно встретить повсюду, жалких и слабых, но далеко не безобидных. А вот и отголосок старой эпохи, проповедники глубин. Поборники, порочные веры, посланные во все края, чтобы обращать испуганных людей в свою кровавую религию. Следом за ними шли носильщики с клетками на спинах, которые использовались по назначению. В конце концов, если нельзя обратить человека в веру, его всегда можно принести в жертву Олдрику. Для этого использовали все средства и клетки, одни из них. Людей целыми колоннами увозили прочие села на путь жертв мимо храма Великого Древа. Древо духов многими народами считалось священным. Вероятно, именно из ветвей этого дерева делались мощные катализаторы волшебства. Само же оно часто становилось объектом преклонения набожных жителей. Это место не стало исключением. Вокруг дерева был построен Великий Храм, со временем покрывшийся зеленью. Это было поистине удивительное место, но оно недолго таковым оставалось. Под храмом находилась старая пещера, ставшая прибежищем Ковенанта Безумцев. Смыслом своей жизни они сделали охоту на людей, но не ради средств к выживанию и даже не ради человечности. Единственную ценность для них представляли так называемые костяные оковы. Они убивали своих жертв и вырывали им кости, принося тела поверженных на алтарь. Как только время расслоилось, они начали вторгаться еще и в чужие миры, ища новых жертв. Действия этих безумцев были непредсказуемыми. В итоге скопившиеся горы трупов, отмеченные печатью страданий, повлияли на дерево. Оно впитало все их проклятия и в итоге само стало проклятым. Часть поселения Нежити стала жертвой забредшего сюда демона. Исчадия хаоса никогда не переставали нападать на людей, уничтожая все, до чего смогут дотянуться. Как будто мало им было прилюдных казней руками проповедников глубин и проклятия Нежити. От высокой сторожевой башни путь ведет к самому храму глубин, через изуродованного пагубным влиянием Салливана и ретильского рыцаря. Дорогой, тянущаяся через ущелья, в каретах и клетках свозили множество людей на съедение новоявленному богу. Отличная возможность поживиться и другим тварям, пристрастившимся ко вкусу человеческой плоти. Еще в поселении Нежити Изабелла, прозванная Безумной, полюбила человеческую плоть, за что была с позором изгнана. А возможно, даже ее попытались принести в жертву Олдрику. Однако в таком случае ей вдалось сбежать. На пути жертв она нашла себе удобное пристанище, где в самотохе всегда можно уволочь пару человек, чтобы сожрать их. Да и кроме них это не прочь были сделать плотоядные голодные псы, давно потерявшие хозяев и озверевшие от боли и ужаса, испытываемого людьми на пути жертв. В конце концов, для бедолаг, увозимых на съедение, не было разницы, кто и зачем их будет пожирать. Возможно, что в одну из карет везли особое подношение – демонических воронов. А может быть, они сами нашли путь сюда. Как бы то ни было, они так и не ушли далеко от этих мест. Их издревле ошибочно называли демонами, хотя они ничего общего с хаосом не имели. Давным-давно они были узниками нарисованного мира, выкинутыми на его просторы за ненадобностью, лишенными всего, но обретшими дом там, на холодной земле. Теперь же власть богов над картиной давно утеряна. Больше нет привратника и нет врат, поэтому по миру разошлись вороны-сказители, рассказывающие всем готовым слушать удивительные истории о нарисованном мире, в котором примут любого отверженного. Далее Пути входит в топкое болот и ведет через останки старой цивилизации Фаруна. Некогда эти места были оплотом легиона-хранителя бездны, защищаемая также их последователями, вдохновленными идеями древних лесных охотников. Псы Фаруна – так они себя называли. Они защищали эти земли так же, как лесные охотники защищали когда-то подход к могиле Арториаса. Неудивительно, ведь по факту это тоже место, просто в другое время. Но проклятие давным-давно взяло свое. Псы Фаруна остались, а вот самих хранителей уже нет, как нет и Фаруна. Вместо них – лишь легион обезумевшей нежити, скрывающийся в останках своей старой крепости. Само же болото стало пристанищем для множества опасных тварей. Одним из них стали оборотни. Сложно сказать, почему люди их так прозвали. Обычно под оборотнями подразумеваются Вервольфы, однако эти создания не имеют с ними ничего общего. Это лишь изуродованные люди, таскающие на спинах огромный символ из тяжелого дерева. Символ, напоминающий тот, что находится в Лондоре, и тот, что используют глубинные прислужники. Вероятно, под влиянием проповеди Лондорской Черной Церкви некоторые граждане начали преобразовываться в то, что потом станет бабочкой-пилигримом. Быть может, эти существа пошли по тому же пути, пути преобразования в нечто иное, за что и были прозваны оборотнями. Вполне вероятно, что лондорские учения смешали с учением проповедников глубин, поэтому деревянные символы на болотах Варона так сильно напоминают об этих культах. Немногочисленная стража этого места давно стала полой и была поглощена болотами, поэтому крестьяне сами решили уничтожить этих тварей. Нетрудно догадаться, что и оборотни охотники на них в итоге стали полами и утратили интерес к происходящему. По дороге, ведущей в храм глубин, можно встретить полых, одетых по-особому. Это ученики легендарного знатока кристальных чар, одного из двух братьев-близнецов. Когда-то он присоединился к легиону Хранителя Бездны, чтобы внести в свой вклад в борьбу с порождениями тьмы. Для легиона он создал новые, мощные и быстрые чары, сделав их еще опаснее. Именно здесь, на руинах Варона, он коротает свои дни. Цвет его чар изменился, будто бы стал темнее. Вероятно, близость к храму глубин в итоге повлияла и на него. А может быть, он всегда был проводником Бездны, и именно внедрение в легион Хранителей стало его целью? Этот вопрос останется без ответа. Это место когда-то было святым храмом, сдерживающим ужасы глубин. Там свою службу несли клирики Белого Пути, охраняя мир от страшных созданий. Это было давно, теперь это храм глубин, место проживания и упокоения Олдрика, сожравшего бесчисленное множество людей. Когда пламя начало гаснуть, аппетит Олдрика лишь усилился, но съеденная им нежить не могла по-настоящему умереть. Вокруг храма раскинулось большое кладбище, на котором мы нашли свое пристанище те несчастные, что прошли через съедение. По приказу архидиаконов к ним были приставлены кладбищенские стражи, следящие за тем, чтобы нежить не восставала. Когда-то так и было, теперь же стражи стали такой же нежитью. Но трох храма глубин также сильно преобразилось. Это по-прежнему грандиозное сооружение, но теперь оно сквернено бездной. Здесь повсюду можно встретить страшных созданий, порожденных ей, а также поддавшихся глубинам храмовников и прислуживающих им рабов. Как ни странно, но даже посреди этого скверненного места есть островок покоя под присмотром розарий, матери перерождения. Здесь путникам ничто не грозит, в ее объятиях всегда можно найти утешение. Когда Олдрик возжег первородное пламя, его останки были упокоены в специальном зале, в огромном гробу. Этот гроб охранялся множеством дьяконов, последовавших за своим богом. Среди них всегда оставался архидиакон Ройс. Он первым вызвался охранять гроб своего повелителя от посягательств. Дьяконы глубин готовы защищать Олдрика ценой своей никчемной жизни, однако их жертва будет напрасной. В гробу нет Олдрика, лишь маленькая кукла, отданная ему Соливаном. Когда прозвонил колокол пробуждения, Олдрик восстал из гроба, но не пожелал боли оставаться в храме глубин. Он жаждал исполнить свой давний план, поэтому направился на родину, в Эритил. А значит, пути негорящих лежат туда же. Цитадель Фаррена была воздвигнута на том же месте, на котором когда-то стоял один из величайших городов людей – Ола-Чиль. Город, полностью поглощенный бездной, впоследствии, вероятно, частично утонувший в озере, на котором был построен. В его окрестностях, получивших впоследствии название «Сады темных корней», нашла покой одна из давних легенд о путнике бездны. Слишком много времени прошло с тех пор. Останки Ола-Чили и сады погрузились в топкое болото, ставшее рассадником пораженных бездной тварей. Измененные скверные жители Ола-Чили продолжили свое существование на руинах собственного города, выродившись в итоге в отдельный вид, называемый мозгляками. Об этих созданиях говорят как о потомках прислужников из цитадели. Очень странно видеть их здесь, в самом сердце бывшего Фаррена, облота хранителей бездны. Вероятно, когда пламя гаснет и бездна крепчает, ее создания также возвращаются на прежние места. Именно по этой причине на старых ядовитых болотах, убивших все живое, можно встретить старых темных духов, по-прежнему сражающихся за свое дело. Хранители готовы были уничтожать целое королевство, если будет хотя бы намек на появление там бездны. Однако их собственная родина являлась истинным рассадником темных созданий. Мало того, что порожденные скверные бездны твари ходят по болотам, так еще и пристанище легиона находится над входом в древнее королевство, испорченное ей же. Впрочем, возможно, они не догадывались о том, что мозгляки были осквернены, ведь даже сейчас те стоят на страже легиона, сражаясь с темными духами. Возможно, в этих тварях осталось от человека больше, чем можно себе представить. Хранители бездны очень чтили легенду о своем идейном вдохновителе. Однако за такой долгий срок эта легенда утратила последние крупицы истины. Когда-то лесные охотники присягнули на верность Сифу, Белому Волку, защищавшего могилу Арториаса. Теперь же хранители бездны поклялись на волчьей крови, приняв ее в себя. В одной из крепостей спит объект поклонения легиона – Великий Волк. Спит, а может быть он давно мертв, ведь волчья кровь в хранителях иссякла с тех пор, как они стали повелителями пепла. Псы Фарона подносили Великому Волку укровавленную меч траву в знаках победы над врагами. Сложно сказать, осознавали ли они, с чем связан этот ритуал. С чем связаны вообще все ритуалы Фарона. Некогда, чтобы открыть проход к могиле путника бездны, необходима была особая печать. Сейчас же легион нежити использовал иной ритуал, который, по идее, должен был доказать, что ищущий их достойн пройти. Чтобы открыть каменную дверь, необходимо зажечь три огня. На каждом из подобных алтарей есть изображение, отсылающее к былым временам. Ложи Хаоса. Четыре короля. И повелитель могил. Без сомнения, эти личности были связаны между собой цепью событий. Однако, в данной ситуации прямой связи между ними нет. Скорее всего, легион хранителей сам не понимал, что все это означает. Легенда искажается со временем. И тем не менее, их продолжают оберегать. Будучи оскверненным бездной, легион был вынужден сражаться друг с другом. В то же время, не имея возможности погибнуть, они постоянно восстают, чтобы вновь вступить в бой. Бой, который будет продолжаться бесконечно, пока не придет тот, кто слышит зов углей и не исполнит предначертанное. Легион нежити Фарон ревностно охранял мир от бездны, в том числе от той, что шла из катакомб древнего королевства Картус. Сложно сказать, какие отношения Картус имел с Лондором, однако он явно придерживался позиции близкой Черной Церкви. Его правитель, верховный повелитель Вальнир, был завоевателем. Он захватил и разорил не одно королевство, уничтожив как их правители, так и короны в знак его единоличной власти. Корона всегда была очень важным символом для любой цивилизации. Часто она даже была могущественным артефактом, передающимся по наследству. Вальнир же растоптал все их былое наследие в насмешку над их слабостью, оставив лишь собственную корону. Картусцы уважали лишь силу и ее проявления в бесконечных битвах. Рыцари верховного повелителя были, вероятно, самыми умелыми бойцами своего цикла, ловкими и неуловимыми, словно дым. Даже поражения в битвах, которые, безусловно, случались, лишь раззадоривали их для новых сражений. С такой армией, управляемой могущественным повелителем, судьба соседних королевств была незавидна. Однако в своем опоении властью Вальнир сам не заметил, как подошел к бездне слишком близко. Вдохновленный темным искусством хранителей могил, он воссоздал забытую порочную пиромантию Черный Змей, и, вероятно, это стало решающим актом его падения во тьму. Но от поглощения бездны его удерживали отнятые убитых им клириков священные артефакты, браслеты, благодаря которым запертый в бездне повелитель Вальнир по сей день держится за жизнь. А это значит, что распространение бездны не было остановлено, несмотря на усилия Легиона Нежити, запечатавшего Картуса и построившего на входе старые катакомбы собственную обитель. Система старых скалепов – всё, что осталось от рухнувшего в небытие Картуса. По его руинам по-прежнему бродят скелеты некогда могучих и ловких воинов, однако они лишь тень былой силы. Впрочем, даже эта тень способна стать серьёзной помехой на пути неосторожных путников, и некоторые за свою неосторожность уже заплатили высокую цену. Вероятно, именно хранители бездны заточили Вальнира, вырезанные из черепа чаши. Там бы ему и оставаться, однако выход из катакомб запечатан мощью самого Верховного Повелителя, а значит множество негорящих явится сюда, чтобы закончить то, что начала бездна. Проснувшись в собственном гробу от звона колокола пробуждения, Олдрик направился на свою старую родину – Воритил. Когда-то это был большой и процветающий город под покровительством живого бога Луны, а Нор-Лондон, на месте которого был построен Иритил, стоял под самым солнцем. И казалось, будто бы он сделан из золота. Однако свет померк, и боги покинули город, остался лишь один из них – Гвиндолин Тёмное Солнце, Повелитель Луны. И теперь Луна стала вечным спутником Онор-Лондон, того, что от него осталось. Там, где никогда не восходит солнце, приходится жить в вечной мерзлоте. Однако даже такие условия не отпугнули местных набожных жителей. Всё было хорошо до сих пор, пока в Воритил не явился чародей Салливан, уроженец ещё более холодного места. Он узурпировал власть в городе, возможно, заразив его осквернённым пламенем, впитанным его же мечом. Церковь глубин поддержала переворот, и вскоре ей принадлежал уже весь город. Сам Салливан провозгласил себя понтификом, запершись в одном из соборов, в котором его можно найти и по сей день. Там он находится под охраной множества легионеров, подавшихся порче глубины и осквернённого пламени. Олдрик же пошёл дальше. Он давно жаждал исполнить свой план по пожиранию самого бога. Для этого Салливан запер ослабевшего Гвиндолина в остатках собора Норлондо, где его и настиг Повелитель Пепла. Именно в таком виде негорящий встретит Олдрика, чёрная масса, медленно пожирающая заживо бога луны. Пожирая людей, он сумел перенять их могущество, в этом ключке его силе. Пожирая Гвиндолина, он также поглотил его силу, стал способным управлять мощными чарами. Однако процесс пожирания до сих пор не был завершён из-за желания Олдрика насладиться страданиями бога. И именно это сыграет на руку Негорящему, пришедшему вернуть останки ослеплённого властью Каннибала на трон и освободить Иритил от его влияния. Говорят, что сквернённая столица была возведена глубоко под холодной тундрой. Некоторые считали, что этой тундрой были земли Иритила, однако это не так. На тех промёрзлых землях когда-то стояло не менее великое королевство Элиум Лойс. Однако благодаря теряющему силу пламени цивилизации из разных эпох буквально наслоились друг на друга, и теперь через Иритильские подземелья действительно можно выйти к осквернённой столице. Величественное зрелище. Когда-то это место было оплотом богатства и магии. Есть определённая вероятность, что именно в этот момент существовал Картус, но, скорее всего, это не так. Кто бы ни стал врагом будущей осквернённой столицы, он заставил её жителей пойти на крайние меры и призвать на свой опустевший трон Йорма из рода гигантов. Рода, так презираемого жителями столицы, считаемого ими родом захватчиков. Йорм откликнулся, несмотря на нескрываемое ими презрение. Он делал всё, чтобы заслужить доверие своего народа, защищал их рискую жизнью, отдал им оружие, способное повергнуть его. Он даже стал для них повелителем пепла. Но ничто из этого не помогло. И подобное не могло радовать Йорма. Более того, однажды Вон потерял единственного друга, что окончательно подкосило гиганта. Видимо, когда эра огня вновь ослабла, в столице появилось осквернённое пламя. Не имеет значения, что послужило его источником. Главное, что оно внесло опасность для жителей не только королевства, но и мира. И тогда, решив погасить пламя осквернённое, Йорм вожжёг своей душой пламя первородное. Что-то пошло не так. С небес сошёл огонь, поглощающий город, сжигающий его жителей как бумагу, не затрагивая никого, кроме людей. Йорм спас мир, но погубил королевство. И теперь, когда колокол пробуждения вновь призвал его исполнить свой долг, он отказался. В прошлом вожжение принесло ему лишь беды, его не желал повторения такого опыта. Он вернулся в опустевшую осквернённую столицу. На тот момент город всё же не был необитаем. Спустившиеся вниз тюремщики познали осквернённое пламя и преклонились ему. Каменные горгульи, вечно строжащие в норосло сокровищ города, также не были тронуты пламенем. На старых ядовитых болотах можно по-прежнему встретить ищущих чародейские знания волшебников. Но несмотря на их присутствие, в своём тронном зале Йорм был одинок. Он просто наблюдал за угасанием пламени, не желая что-то предпринимать, а возможно даже боясь натворить ещё больше бед. И всё же жизнь дала ему шанс исправить положение. Старый друг, которого он потерял когда-то, восстал в виде негорящего. И теперь, ведомый данным ему обещанием, он явится в осквернённую столицу вместе с другим хозяином углей, чтобы напомнить Йорму о его долге и вернуть повелителя на трон. Когда-то звание Чемпиона Пепла носил один-единственный человек. Возможно, до него были и другие, однако это навсегда останется тайной. Чемпион был запасным планом для угасающего пламени. Именно он должен был стать новым повелителем Пепла, если друг таковой откажется от своего долга. Теперь же это звание Чемпион Пепла перешло к негорящему. Вернув трёх повелителей на трон, он стал нечто большим, чем просто пепельным странником, ищущим угли. Перед Чемпионом Пепла теперь стояла задача вернуть на трон принца Лотрика, отказавшегося исполнить свой долг. Но, как и в прошлый раз, Чемпион явился не вовремя. Пламя ослабло настолько, что над Лотриком взошло закатное солнце в виде знака тьмы, вечного спутника проклятия нежити. В Лотрик явились бабочки-пилигримы. Вероятно, они результат распространения верований Лондора среди жителей Лотрика, люди, поклоняющиеся тёмному перерождению в ангелов. Внутри них прорастало нечто, похожее на дерево. Видимо, конечным результатом этого преобразования стали бабочки-пилигримы, пришедшие узреть угасание пламени, как и остальные жители Лондора. Им даже удалось взять под контроль один из немногих оставшихся доспехов Драконоборца. Одержимые силой пилигримов, они будут сторожить проход к принцам, чтобы Чемпион Пепла не смог вернуть силу угасающему пламени. Однако, сила Чемпиона теперь слишком велика. Любая, даже самая серьёзная преграда, будет преодолена им раньше или позже. Негорящие будут возвращаться, снова и снова. Дорога к замку пролегает через закрытый некогда великий архив. Даже пред лицом проклятия учёные во главе с Кристальным Мудрецом продолжают постигать новые знания и охранять их от вторженцев. Однако, даже они не защищены от опустошения. Для многих из них архивы станут местом упокоения. Вероятно, иной судьбы они и не ждали. На вершине архива по-прежнему можно встретить пережитых ангельского культа Гертруды, крылатых рыцарей, всё таких же сильных и опасных, как и раньше. Вероятно, именно близость к Гертруде определила их местонахождение. Здесь, прямо под куполом архива, в подвешенной под потолком клетки, нашла свою смерть их идейная вдохновительница. Её семья всегда была готова идти на подобные жертвы для достижения своих амбициозных целей. И вот результат. Королевство лежит в руинах под ланью знака тьмы. Повсюду лишь опустошённые граждане и остатки армии. Даже виверны поддались влиянию бездны и заразились телесным гноем, не дающим им погибнуть и превращающим их в вечный стражей. Здесь все разделили одинаковую судьбу. На подступах к тронному залу всё ещё осталось множество солдат и рыцарей. Все они давно стали полыми, но не забыли, какова их задача. Они будут защищать остатки королевской семьи, пока этот замок не рухнет. И даже тогда они не прекратят своё существование. Такова судьба, полы нежити. Знали ли принцы, что за ними однажды бредут? Да, они прекрасно понимали, что обречены. Ведь сколь бы могущественными они ни были, сколь бы ни были сильные их защитники, не горящие будут пытаться снова и снова. И там, где не пройдёт один, обязательно пройдёт кто-то другой. И всё же Лотрик настаивал на своём. Он не желал продлевать мучения этого мира, не желал ужигать пламя. О, дорогой. Еще один подпал. Добро пожаловать, ущербродяга. Пурлоинар из циндеров. Компион, Мантл-от-Лорд интересует меня не вред. Крой-блоком, Крой-блоком, Легаси-от-Лорд. Позвать им все не снижение. А даже если бы и захотел, помогло бы это? Если пламя ослабло настолько, что нужно аж пятеро Повелителей Пепла, чтобы вернуть ему силу, это ли не знак того, что люди что-то делают не так? Вероятно, Лотрик понимал это. Понимал гораздо больше, чем говорил. И, конечно, он понимал, что несмотря ни на что, Чимпион Пепла сразит его, что он станет новым Повелителем Пепла, последним в этом мире. Что Повелители вернутся на троны, и обряд будет завершен. Сила Пламени окажется в руках Чемпиона, который отправится сквозь время в свое последнее путешествие к Горнилу Первого Пламени, чтобы решить судьбу мира. И принцу Лотрику оставалось лишь надеяться, что хотя бы в этот раз Повелитель Пепла все сделает правильно. Лукас.